Ряд вопросов был вынесен на повестку дня аппаратного совещания Пинского горисполкома. Среди них – патриотическое воспитание молодежи посредством экскурсионной деятельности, оборудование зоны отдыха для горожан в районе Козляковичи и ряд других. Более подробно об этом вы узнаете из нашего видеосюжета. Информационно-образовательные акции, гражданско-патриотические марафоны и круглые столы, диалоговые площадки и многие другие проекты, приуроченные году исторической памяти, способствуют совершенствованию системы патриотического воспитания молодежи. В этом году особое место занимает экскурсионно-познавательная деятельность. Она направлена на получение знаний об историко-культурных и природных достопримечательностях своей страны. В начале этого года, когда 2022-й был объявлен Годом исторической памяти, председатель Пинского горисполкома Валерий Рябковец поставил задачу активизировать экскурсионную работу среди молодежи. В год исторической памяти Управление по образованию реализует два мероприятия, в том числе по информированию учащихся о теме геноцида, а также о ходе расследования уголовного отдела о фактах геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Одним из элементов данной работы является посвящение учащихся 7-11 классов выставки, посвященных году расследования уголовного отдела в геноциде в годы Великой Отечественной в музее Белорусского Полеси. На основании материалов, предоставленных Пинской международной корпоратурой, творческой группой учителей истории общества о ледении подготовлены школьные выставки без срока давности. В год исторической памяти по заказу Управления по образованию Пинского горисполкома Полесским госуниверситетам разработана выездная образовательная экскурсия «Дорогами памяти» по знаковым местам города и района, связанная с героическими и трагическими страницами истории нашего края. Экскурсии по родному краю являются массовыми формами приощрения учащихся к ревеческому и патриотическому наследию страны, способствуют формированию гражданской позиции, сохранению, популяризации историко-культурного и природного наследия Беларуси. К слову, именно эта экскурсия для 11-ти классников проводится за счет бюджета, и на эти цели уже израсходовано более 5000 рублей. Это деньгами не измерять, понимаете, и я попрошу, вы не сравнивайте, деньги эти мы найдем. Учитывая, что это должно быть, и дети, начиная с того возраста, когда они это усваивают, понимают, вначале, как мы называем, должны посещать экскурсии. Вот город Пинск, так же их и пригород Пинска, и Брестская крепость, и другие, что показывают. Программа должна действовать на постоянной основе и показывать, рассказывать, дети должны это все знать. Если не мы, то кто-то наполняет этот лагом, другой информацией, и получается парламент. К слову, состоялся выпуск слушателей курсов для экскурсоводов, по итогам которого более 20 человек получили свидетельство. Отчасти это решит проблему с кадрами в этой отрасли. Безусловно, экскурсионная деятельность вместе с другими формами работы поспособствует достижению цели формирования объективного отношения общества к историческому прошлому. Далее на повестке дня стоял вопрос о ходе работ по устройству зоны отдыха в районе Козляковичей. Несмотря на запрет купания в этом месте, в жаркую погоду сюда устремляются пинчане, ища спасение у воды. Чтобы не подвергать опасности их жизни, решено было установить спасательный пост и маломальски обустроить территорию. Кто готов обеспечивать безопасность горожан на этом пляже и поработать сезонно, может обращаться на Пинскую спасательную станцию. Жаревое благоустройство и установку малых архитектурных форм пообещала выполнить к 1 июня.